Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Народный артист России Николай Иванов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает во Вконтакте Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени Брянцева. Актер скончался 11 декабря от сердечной недостаточности после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут объявлены отдельно, отметили в театре. Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас, говорится в сообщении. Николай Иванов родился 22 января 1943 года. Он окончил драматическую студию при ленинградском тюзи и сразу же был принят в его труппу. Много снимался в кино, известен по сериалам «Вечный зов» и «Красная палатка», фильмам «Сошедшие с небес», о любви еще можно успеть и другим. Иванов – лауреат Государственной премии СССР, кавалер Ордена Дружбы, а также лауреат Петербургской театральной премии «Золотой софит». В декабре, также после продолжительной болезни, скончался заслуженный артист России Александр Самойлов. Последние годы он играл в Московском художественном академическом театре «МХАТ» имени Горького. Также за свою карьеру снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Британская актриса Барбара Уиндзор скончалась в Лондоне. Об этом сообщает «The Guardian» в пятницу, 11 декабря, со ссылкой на ее супруга Скотта Митчелла. Артистка умерла в лондонском доме престарелых. По словам Митчелла, причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера. Уиндзор было 83 года. Телезрителям из Великобритании Барбара Уиндзор наиболее известна по ролям в девяти в фильмах серии «Так держать» и сериале «Жители из стенда». Ее последними кинопроектами стали телефильм «Баб с Доминикой Леклерка», «Алиса в стране чудес» Тима Бертона и «Алиса в зазеркале» Джеймса Бабина. Также она сыграла в сериале «Доктор. Кто» в 2006 году. Барбара Энн Дикс родилась 6 августа 1937 года в районе Шардич, Бора Хакни, Лондон. Отец, Чарли Элис Дикс, работал в доках, мать – Роуз Элис, портниха. По отцовской линии дед, Джек Дикс, был костермонгером, бабушка – толстая Нэн, в молодости была актрисой театра. Прабабушка Барбары, Эмили Эвен, владела несколькими папами. Корни материнской линии Барбары находятся в ирландском Корке, ее предки прибыли в Англию между 1846 и 1851 годами, спасаясь от голода. Барбара была единственным ребенком в семье. Сдав экзамен 11+, поступила в старшую школу английский. «Ауэр Лэдис Конвентерси Хай Скул», затем в театральную школу Эйби Фостер, и уже в 1952 году, в возрасте 15 лет, Барбара впервые появилась на подмостках театров Вест-Энда, где она пела в хоре мюзикла «Love from Judy». Два года спустя 17-летняя Барбара дебютировала на киноэкране. Она исполнила роль безымянной школьницы в фильме «Красотки из Сент-Тринян». На съемках этого, первого в своей карьере, фильма Барбара познакомилась с актрисой Джоан Симс, которая была на 7 лет старше и уже имела в своем актерском багаже несколько фильмов. Женщины много снимались вместе и дружили всю жизнь до самой смерти Симс в 2001 году. Их объединяло нежелание заводить детей и чересчур строгие родители. Когда обедневшая Симс умерла в маленькой съемной квартире, именно Виндзор добилась возможности установить памятную табличку на дом на Такери-Стрит в Кенсингтоне, где последние годы жила и умерла ее подруга. Впервые на телеэкранах Барбара появилась в 1961 году, снявшись в одном эпизоде сериала антологии «Театр в кресле». Их объединяло нежелание заводить детей и чересчур строгие родители. Когда обедневшая Симс умерла в маленькой съемной квартире, именно Виндзор добилась возможности установить памятную табличку на дом на Такери-Стрит в Кенсингтоне, где последние годы жила и умерла ее подруга. Впервые на телеэкранах Барбара появилась в 1961 году, снявшись в одном эпизоде сериала антологии «Театр в кресле». В июле 2012 года Барбара стала меценатом фонда Эми Уайнхаус, с которой, как выяснилось после смерти Эми, ее связывала тайная дружба. Политически поддерживала консервативную партию. С 1964 по 1974 год Барбара Виндзор снялась в девяти полнометражных кинофильмах серии «Так держать», где она играла девушек хороших времен. Кроме того, она появлялась в той же роли в различных телевизионных адаптациях и компиляциях фильмов этой серии до 1979 года, а с 1973 по 1975 год участвовала в театральном ревю «Так держать», «Лондон», в театрах Вестенда, где когда-то начала свою карьеру. В 1975 году Виндзор совершила турне по Великобритании, Новой Зеландии и ЮАРС собственным шоу «Так держать», «Барбара». В результате этого она многие годы ассоциировалась у зрителей только с фильмами этой серии, что принесло ей некоторые трудности в подборе других ролей. Продюсеры, запустившие в 1985 году телесериал «Жители» из стенда, заявили, что хотят видеть в ролях только неизвестных актеров. Именно поэтому Виндзор была отказана, хотя она, как уроженка из стенда, очень хотела сняться в этой мыльной опере. В 1994 году политика сериала была изменена, и Барбара наконец-то смогла получить роль в «Жителях». Ее персонажем стала Пегги Митчелл. В 1991 году в нескольких эпизодах ее сыграла актриса Джо Уэрн, хозяйка паба. Этот персонаж стал одним из основных, и Виндзор исправно играла свою героиню на протяжении 9 лет до 2003 года. С 2003 по 2005 года Виндзор тяжело болела, вирус Экштейна, Бар, поэтому за два этих «Года Пегги» появилась в сериале всего два раза в сентябре 2004 года, когда у актрисы было улучшение. В 2005 году, сразу после полного выздоровления, Барбара вернулась в сериал. В октябре 2009 года она заявила, что покидает сериал в сентябре 2010 года, так как хочет больше времени уделять мужу. Виндзор сдержала свое слово в эпизоде от 10 сентября 2010 года пап Королева Виктория на площади Альберта сгорел, и его многолетняя хозяйка Пегги Митчелл исчезла из сериала. Тем не менее, Виндзор еще дважды мимолетом появлялась в сериале в роли своей героини, один раз в сентябре 2013 года и один раз в сентябре 2014 года. Также она обещала еще один раз появиться в «Жителях» в 2015 году в честь 30-летия сериала. В июле 2006 года в эфир вышел эпизод «Армия призраков» телесериала «Доктор. Кто из своего папа?». Барбара Виндзор была замужем трижды. Известно, что до своего первого замужества у Виндзор был разовый секс с известным преступником Риджи Крейм. В 1960-х годах она некоторое время состояла в отношениях с известным футболистом Джорджем Бестом. Также Виндзор никогда не скрывала своих любовных отношений с актером Сидом Джеймсом и музыкантом Марисом Гибом. В своей автобиографии «Все обо мне. Моя необычная жизнь» Виндзор рассказывает о своих пяти абортах, причем первые три она сделала в возрасте до 21 года, а пятый, когда ей было 42. Она признается, что никогда не хотела иметь детей, списывая это на психологические последствия плохих отношений с отцом. Далее в той же книге она утверждает, что всего у нее было более ста любовников.